Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Бабкин, и мы играем в убитого. Так, где-то тут... У нас есть секретик, да? Да, Джулии записан. Хорошо. Что еще? Так, 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 что у нас тут? Очень странно, потому что я это уже делал. Зачем еще раз, непонятно. И это делал. Так, и у нас тут же сразу можно посмотреть видение. Давайте. Все мы видели их, стоящих у обочины, оборванных, грязных, потерявших надежду людей с картонными плакатами в руках. Иногда у них есть кое-какой реквизит. Детская коляска, собака или кошка, канистра. Чтобы не было так очевидно, что деньги им нужны только на выпивку. Шесть лет назад, когда я, к несчастью, заехала в Салем, мне попался человек с плакатом «Нужен бензин». Рядом с ним на земле стояла красная канистра. Я не хотела обращать на него внимания, но застряла на светофоре, и мне было неловко так долго притворяться, что я его не вижу. Поэтому я вынула из кармана два доллара и чуть приоткрыла окно. «Держи, приятель», – сказала я и просунула деньги в щей. И вот тогда, именно тогда я впервые увидела его лицо. Точнее, то, что от него осталось. На меня смотрел один глаз, он как будто вылезал из обугленного черепа. Меня просто охватил ужас. И тут черные кости пальцев потянулись к деньгам. Тогда я выпустила деньги и изо всех сил надавила на педаль газа, не заботясь о том, что на светофоре все еще горит красный. С тех пор я начала собирать эту легенду по крупицам. Я узнала не очень много. Контуженный ветеран войны, безработный алкоголик, просил милостыню у обочины и вскоре стал привычной деталью пейзажа. Жители перестали давать ему деньги, надеясь, что он тогда переберется в большой город. В ответ он устроил одно из самых жутких представлений в истории города. Он поджег себя. На центральной площади вечером в час пик. После той встречи на дороге я иногда краем глаза вижу крохотные огоньки пламени. Они исчезают, как только я поворачиваю голову, и при этом по всему телу прокатывается волна ужаса. Может, меня преследует тот несчастный призрак? Не знаю, хочет он меня проклясть или благословить, мне все равно. Я мечтаю убраться от него как можно дальше. Окей, вот такая вот история. Хотел сразу сказать, что если вы слышите какие-то посторонние звуки, там, крики или еще что-то, это не у меня дома, это на улице. Сейчас лето, жара, окно открыто, естественно, и дикие дети бегают на улице, кричат, поэтому вы слышите какие-то вопли. Хорошо, давайте дальше двигаться. Нужно найти еще одну пилку и расследовать ДТП, потому что я не до конца его открыл. Так, что тут? А, в принципе, мне сюда и нужно, да? Госпиталь. Но госпиталь подождет. Не понял, что за звуки. Может быть, с кем-то тут поговорить? Смотрите. Влияние. Что он помнит о несчастном случае? Жуткая авария, наверное. Нет, вот, хлопок. Блин. Зачем я так дверью хлопнул? Теперь деньги за окно и зарплаты вычтут. То есть хлопок это был... Так эти пьяные, вроды, разозлили. Мне за ними еще и блевотина убирать. Всех клиентов распугали. Зря я дал этой бабе уехать. Надо было полицию вызвать. Баба была за рулем, да? За рулем был не Брэд. Это была Лора. Теперь уже все равно, но... Он будет рат узнать, что... Это не он их угробил. Вот поэтому нельзя садить девушку за руль. Ладно, я шучу. С.О.С. ни о чем не говорит. Стоп. Точно. Мы заезжали на заправку. Заправились вы, будь здоров. Кассиру пришлось убирать за твоим другом Риком. Ты хотел вызвать такси. Боже. А я ничего такого не помню. Когда кассир выбежал на улицу, вы уже уехали. А за рулем была Лора. Значит, это не я? Ужасная, ужасная ночь. Я... Я знаю, я виноват. Но хоть не вся вина на мне. Я не знаю, что сказать. Спасибо. Пожалуйста. Так, хорошо. Конечно, можно вернуться в церковь, но... Попозже как-то. Если мы по сюжету туда уже не вернемся, то придется сбегать. А если вернемся, то... Так, как раз потом пилку заберем и посмотрим какую-то историю. Так, у нас тут... Ну, вроде как мне с этой стороны, да, нужно? Больше ничего. Больше ничего. Так. Продолжение следует... Хорошо, ранее я пытался сюда зайти, но он сказал, что не пойдет. А это говорит о том, что игра линейная, как рельса. Помните, забудет о лечении. Готово? Расслабься, мы уже не на кладбище. Ага, мы в психушке. Намного лучше. Хотя тому, кто болтает с призраками, тут самое место. Ты пока не спятила. Идем. Ладно, я помогу тебе войти, но... Что но? Слушай, если мы собираемся спросить Айрис про договор, это должен сделать живой человек, так? Вот и не забывай, кто тебе дверь открывает, умник. Да, да. Давай, вперед. Нам нужно выяснить номер ее палаты. А, привет. Не подскажете? Я ищу подругу. Сейчас неприемные часы. Да, но ее... ее увезли копы. Ну вот к ним и иди тогда. Да, я ходила. Они сказали, она может себе навредить. Не могу помочь. Ладно. Поговори с ней еще. Попробуем понять, про что она думает. И посмотрим, что у нее на столе и на мониторе. Хорошо. Сначала осмотримся. История про бешеного человека в ящике. Хорошо. Предположительно, это мужчина крупного телосложения. Очевидно, привычный к насилию и жестокости. Его прошлое наверняка было ужасным. И именно оно в итоге привело к полной потере личностной идентификации. Как мило. Так. Сын. Хорошо. 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 Все. Может быть, это... Ох, сынок. Сижу вот и думаю, как ты там без меня. Только ты у меня и остался. А у нее, может быть, только эта подруга осталась. Прости. Я знаю, это тяжело, когда ты за кого-то в ответе. Как зовут твою подругу? Айрис. Айрис Кэмпбелл. Да. Твоя подруга Айрис у нас. С ней все будет хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Палата 216. Палата 216. Хорошо. Палата 216. Так, детка. Палата 216. Палата 216. Хорошо. Палата 216. Палата 216. Палата 216. Палата 216. Так, давайте сначала посмотрим, что тут. То есть, это Джулия тоже немножко с двигами, да, была? С приветиком маленьким. Перепады настроения и тому прочее. Так, камера. У Айрис через 15 минут. Шоковая терапия. Это... Это когда по мозгам током фигачит? Вот черт. Да уж, лучше не скажешь. Пошли. Еще одна камера, отключай. Что тут? Тут нужно принять во внимание то, что отец миссис Гвинн впадал в ярость, если она мешала смотреть по телевизору его любимые спортивные соревнования. Я не понимаю, как это может быть связано... Любое проявление гнева, и особенно со стороны мужчин, для нее является триггерной точкой. Я понимаю, что пациенты, а тем более те, кто заторможен действием лекарств, могут раздражать. Но, тем не менее, вы должны быть очень осторожны. Но ведь она, я даже не знаю, психованная. Ну да. Как неожиданно. Будет прикол, если мы наткнемся на какого-то другого персонажа, ну, который будет в психушке. Будет видеть нас. То есть, все будут думать, что он психанутый, а он на самом деле нас видит. Ну, или просто мертвых. Так, а где она говорила, камера? Малая, давай, двигайся. Ну? А-а-а, то есть... Хорошо, нужно отвлечь, да? Да, жуки такие коварные. Убили копа? Сегодня вечером? Телевизор снова барахлит. Намек, что нужно юзнуть телек. Привет, ребята. Че вы думаете? Почему его называют антифриз, если он предотвращает перегрин? Хватит этого. Врачи зануды таблеток, ножей. Возвращаюсь в свою хижину прямо сейчас. А что, если я позаимствую вертолет и оставлю записку? Дерзай. Чего ты тут скучаешь? А ну, уходи. А ну, уходи. А ну, уходи. Ну? Ты так стоишь незаметно? Мне что-то кажется, что она повисла или нет. А нет, там камера. Хорошо, что я не его пес. Снова твой выход. Чтоб тут пройти, я должен в тебя вселиться. Неа. Как я и ты ненавижу. Ну, тогда сама иди. В смысле, без меня. Лола, типа, вот так он перепрыгнуть не может. Не знаю, что это за руки. Заблудшая душа, наверное. То, во что превратились, если тут застряли. Или не двигались дальше, как ты. Нет, нет, нет. Что делать? Так, иди дальше. Иди в полоту Айрис. Нет, нет. Давай, пойдем вместе. Джой, выбора нет. Я разыщу тебя, как только что-нибудь придумаю. Демона или что? Хорошо. 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 Иди в полоту Айрис. Странно, что он не может переместиться. То есть вы хотите сказать, что понятно. В церкви просто есть тоже лестница, и перед ней вот такая вот херня. И я думал, что можно будет как-то повыше забраться. Сразу на лестницу перепрыгнуть. Ну, скорее всего, нет. Бедный котик. Я это уже говорил, но неужели нельзя сделать, ну, хотя бы три кота разных? Абсолютно разных. Зачем делать одного и того же кота на всю игру? Это... Ну, хоть какое-то разнообразие. Хоть помявкать можно. Прыгай. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...